Доброго времени суток, дорогие мои подписчики! Сейчас для вас я продемонстрирую с моей точки зрения уникальные кадры. Уникальные потому, что съёмка проводилась 3 ноября, обратите внимание, 1996 года, то есть 20-летней давности. Полагаю, вы узнали моего собеседника, моего земляка и одногодку Михаила Михайловича Жванецкого. И бокс, наверное, тоже. Если он, конечно, получил Оскара, то я догадываюсь, каким он был боксёром. А разговор идёт о Семёне Трестине, царство ему небесное. Я рассказал Жванецкому о Семёне Трестине, обладателе Кубка Оскара. Слушайте Жванецкого. Надеюсь, я же говорю, я надеюсь, что это постепенно будет подниматься. Но для этого нужен интеллект. Кстати, в боксе интеллект самый высокий, я думаю, в спорте. Потому что считалось всегда, ведь боксом занималась интеллигенция. Только пошло от англичан, потом в университетах, это были научные ребята, научные всякие, молодые учёные. Они занимались боксом ещё с царских времён. Это всегда был спорт интеллигентов. И спорт интеллектуальный. Значит, вот в Одессе прежде всего необходимо, чтобы вернулся интеллект в город. Я говорю с полным знанием дела, чтобы вернулся интеллект. Потом будем ждать уже интеллектуального спорта. А. Шахматы. Б. Бокс. Волейбол. Игровые виды. Ну и кто-то будет бегать и прыгать в лёгкой атлетике тоже. Может, мы составим конкуренцию темнокожей Америки когда-нибудь с нашими еврейскими носами. Спасибо. Спасибо вам. И спасибо, естественно, Михаилу Михайловичу Жванецкому за эту его точку зрения о боксе. Ваш Дэви Аркадьев. Филадельфия. Сегодня 18 ноября 2016 года.